что простите а как вы коронально сделаете на такое количество рецессий нет здесь вы же ваш дизайн лоскута совершенно другой там вы выкраивали посередине треугольный с вертикальным разрезом здесь вы не делаете на верхней челюсти во-первых вертикальных разрезов потому здесь у вас сосочек смоделирован новый до хирургический уже по-другому его боковая поверхность является по сути аркой зуба смотрите видите да дизайн лоскута совершенно другое не такой как при корональном смещении и смысл в том что вот эти ткани сейчас я возьму вот эти вот опекальные там и не просто тупо перемещаются вот это вся сохраняется прикрепленная дизайн которая на есть она сдвигается в нужном нам положении она все время работает мы ее не просто перемещаем или убираем да расщепляем она все время у нас будет работать да 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 где я показывала что там вот при маляру по глубине по глубине поражение там была глубина поражения а потом там на втором зубе была небольшая рецессия поэтому да ротацию более выгодно было произвести к четвертому она так по сути выгодное получается когда на более глубокое место если просто если вы сделаете трапециевидные разрезы обычные как при корональном смещении без вот этой ротации и опустите просто вниз у вас на корне окажется собственно слизистая но она приживется но то есть вот этот весь дефект например 6 зубов надо закрыть трансплантант вы видели я вам показала какой длинный трансплантант и его хватило всего на 2 зуба да если вы везде должны все равно подумать о том как восстановить прикрепленную десну как например в данном случае да где латеральное перемещение комбинируется с ротированным лоскутом потому что вот здесь высокое клиническое прикрепление то о чем мы с вами говорили это противопоказание для корональных перемещений для любых как ротированных так и одиночных соответственно здесь создается одномоментно в одну операцию и объем прикрепленные десны и его и и ротация живот от этого уровня он полнослой вот здесь он расщепленный в этом месте а вот в этом полнослойный над рецессией над зенитом рецессии он полнослойный должен быть потому что вы должны надкосницу положить на корень иначе вы просто слизистую натяните на корень у вас это все отскочит да но она да через два месяца просто уйдет все обратно будет рецидив по сути мы с множественными рецессиями разобрались или есть остались вопросы просто хочу дальше двигаться точно всем все понятно с трансплантатами есть какие то вопросы скажите а в туннельной методике будет точно такой же принцип расщепления то есть над зенитами он останется как бы вот да если у вас получится это сделать то есть как бы в этом и заключается вы понимаете просто не контролируемость туннельной методики мы не видим насколько да это во первых во вторых все таки мануально нужно обладать очень высоким уровнем навыка чтобы делать туннель потому что если слизистая чуть тоньше чем средний биотип или оно получится но будут разрывы будут размаженные ткани будет расщепиться ну там может и трансплантат умереть в связи с этим потому что принимающая ложе будет полностью обезжизненно обезкраблено хорошо а если поддерживающие швы накладывают перемычки там композитные ну и я не против ничего не изменит самое главное что вы делаете вы убиваете питанием почему я говорю что когда десна толстая там мощные коллатерали вот эти образуются и этого достаточно будет можете размажать как если нравится туннель делать делать так доктор я вам обещала мы еще должны с вами швы на вождя для фиксации трансплантата посмотреть поэтому мы сейчас вернемся переключаемся сделаем исторический карман парацки этой же методикой очень удобно оперировать в область переимплантной зоны если если у вас позволяет десна она не очень тонкая и вы сможете ее также вот расщепить сделать кармашек как туннель по сути да который вот был то что мы с вами обсуждали вот эта методика парацки она была предшественником туннеля это методика называется карман парацки она придумана была давно мы сейчас забрали трансплантат и сделаем кармашек аккуратненький сейчас такой я в общем то хотела вам просто фиксацию трансплантата вот эту показать сами шовчики я на пациентах стараюсь вообще уходить полнослойные полнослойные урацки полнослойные но знаете вот в области имплантатов очень хочется расщепиться но это не всегда возможно бывает когда переимплантиты там такая тонкая вообще одна какая-то слизистая ее бы вообще как-то аккуратно приподнять а уж не говоря о том что конечно там просто какой есть лоскут называется я если очень большой риск выполнения вертикальных разрезов да что уйдет совсем десна в области имплантатов я оперирую вот таким методом а если у меня есть возможность то делаю крональное смещение это все-таки более прогнозируемый вариант и он позволяет и сосочки в этот момент еще создать потому что вот этот метод он чем не то чтобы плохо но у него недостаток сосочек из него не вырастет не для этого вообще незначительно почему он хорошо очень восстановит причем все знаете что у меня у меня было наблюдение многочисленные костные пластики 8 имплантатов и один имплантат такой был нехороший нехороший десна там все просвечивала я решила поставлю девушка очень астаничная такая худенькая особенно там я где-то выговаривала этот трансплантат поставила и ну так он как-то там светился был тоненький она приходит через полтора года там такая десна выросла вот он запустил эту регенерацию я вообще не ожидала я уже как-то настроилась я думаю как же мне так есть сказать что надо все перейти и я осталась очень довольна результатом ну вот не всегда надо форсировать события надо иногда подождать потому что продентологические мероприятия мы же травмируем над кознью дизайн когда работаем мы запускаем физиологическую регенерацию и иногда организм пациента сам настолько нам помогает если мы пошли по пути такой мягкой сохранности всего он очень хорошо работает ну что он тут будет делается первый вкол заводится в карман да видно что я только проколола я не прошила через глубину ткани только проколола и вышла из кармана вот тут там ты я бы тебя видеть хочу